Здравствуйте! В эфире первого городского программы «Место происшествия». Сегодня мы расскажем о самых главных происшествиях за минувшие сутки. В студии Анна Николаевич. Смотрите сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как выяснили полицейские, мысль взламывать строительные бытовки друзьям пришла в голову сразу после освобождения из колонии. Мужчины подумали, что риск проникновения в чужие квартиры слишком велик и решили пойти по пути наименьшего сопротивления – воровать из вагончиков на стройках. Рассказывать о своих похождениях подозреваемые стали не сразу, несмотря на то, что их задержали на месте преступления. Оперативники уголовного розыска долго следили за взломщиками и когда те, наконец, совершили кражу из бытовки, тут же поймали их. По версии полицейских, двое мужчин причастны как минимум к трем десяткам подобных преступлений. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в вечернее время на территории Ленинградского района с поличным были задержаны двое граждан города Калининграда, ранее однократно судимые, которые незаконно проникали в строительные бытовки и осуществляли хищение строительных инструментов. В настоящее время они изобличены в 11 аналогичных преступления и продолжается дальнейшая их отработка. Свершая свои преступления, злоумышленники рассчитывали на то, что одиноко стоящие строительные бытовки не находятся под охранной сигнализацией, а строжа несут свою службу спустя рукава. В большинстве случаев так и было. Взломщикам удавалось с легкостью проникать в вагончики и похищать оттуда кое-какие вещи. Таким образом, воры успели навредить трем десяткам строительных организаций в Калининграде и его окрестностях. Ну, где вы работаете? Нигде. Ну, судим? Да. За совершение целой серии краж со взломом подозреваемым грозят сроки заключения в колонии. Сейчас оперативники устанавливают точное число потерпевших от преступной деятельности. Полицейские также призывают владельцев бытовых помещений более тщательно относиться к сохранности своего имущества. Анастасия Данникова и Анна Николаевич. Специально для места происшествия. Около 7 часов вечера 12 декабря спокойствие поселка Междуречья нарушилось необычным происшествием. Во двор одного из частных домов заехал неожиданный гость. До отказа груженая мороженой рыбой фура въехала прямо на частную территорию. Пострадал в ДТП и забор на участке и световая опора. По словам водителя, ему пришлось свернуть в сторону из-за машины на встречке. Второй грузовик якобы объезжал лужу, поэтому выехал на сторону движущейся фуры. Сбежавшиеся на шум местные жители версию подтвердили. Подобный случай не редкость на этом участке дороги. И двум тяжеловозам просто нет возможности разъехаться. Сейчас сотрудники автоинспекции проводят проверку по данному факту. 12 декабря сотрудники наркополиции уничтожили очередную партию вещественных доказательств. В специальное место отправились наркотические средства и различные сопутствующие предметы. Чего только нет в этих коробках. Шприцы, весы, курительные приспособления, а главное наркотики. Совместно с Министерством здравоохранения, Росприроднадзором и журналистами сотрудники наркополиции произвели пересчет вещественных доказательств по 40 уголовным делам. Весь представленный здесь наркотический арсенал был изъят при проведении обысков и личных досмотров задержанных наркокурьеров и наркосбытчиков. Это плановое уничтожение наркотических средств и психотропных веществ. Также сегодня уничтожаются приспособления для производства и потребления наркотических средств. Все эти наркотические средства, психотропные вещества проходили в качестве вещественных доказательств по уголовным делам. В этот раз огню было предано более 2,5 килограммов марихуаны, почти 4 тысячи условных разовых доз героина, а также 2 килограмма афетамина и килограмм ГШШ. Общее количество уничтоженных наркотиков составило более 100 тысяч условных разовых доз. Также было утилизировано оборудование и приспособление для изготовления и употребления наркотических средств и психотропных веществ. Общий срок наказания по вынесенным приговорам составил 100 лет. Екатерина Степанова, Екатерина Калиниченко специально для места происшествия. 20 килограммов солнечного камня. Такое количество янтаря чуть ли не вывезли из Калининграда в Москву. Сотрудники транспортной полиции задержали контрабанду прямо в аэропорту Храброво. Гражданин Китайской Народной Республики пытался провести сырец в своей дорожной сумке. На просьбу предъявить документы мужчина, не теряясь, ответил согласием. Но все бумаги оказались фальшивыми. Более чем 100 тысяч рублей – такова цена янтаря сырца, изъята полицейскими. В настоящее время янтарь сырец, а также документы на него переданы на исследование в экспертно-криминастический отдел. Сотрудниками транспортной полиции проводятся проверочные мероприятия, а также рассматривается вопрос о возбуждении административного производства. Напомним, что самовольная добыча янтаря, а также незаконный сбыт влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5000 рублей, на должностных лиц – до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 1 миллиона. И на этом все. Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, звоните к нам в редакцию по телефону 919-404 или пишите на наш электронный адрес с канала 1собака.мейл.ру А напоминаем, что все выпуски программы «Место происшествия» вы можете посмотреть на нашем сайте 1городской.ру. В студии была Анна Николаевич. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова